Под землей важна каждая мелочь. Очень часто от надежности снаряжения зависит не только успех экспедиции, но и безопасность. Новатур – это то снаряжение, которое не подведет нигде. Итак, на улице ночь, полная луна. Мы на первой точке у первого намеченного на сегодня ствола УНК. Здесь нас ждет разочарование. Мы нашли первую шахту, которая оказалась хорошо затопленной. Акустика здесь, конечно. Почти мистическая. Итак, следующая попытка найти залаз УНК. Ты быстро скрылся. Я только начал снимать. Ну и этот ствол оказался затопленным. Свобода. Очередная площадка УНК. Азира сохраняемая. А я так хотела улететь за тобой. Распориться исчезнет в небесах. Я просто хотела туда, где будешь ты самой. И я смогу тебе сказать. И мы будем выше солнца, выше земных облаков. Навсегда мы будем там одни. И пусть все увидят, как нам нужна любовь. Давай, вернемся то, что не сберегли. На этой же площадке люк, ведущий вниз в ствол, был закрыт сверху тяжелой бетонной плитой. А края самого люка прихвачены сваркой. Глухой лес, тишина. И из склона выходит вот такой вот ствол. Это незаконченный технический туннель УНК. Природа здесь, конечно, очень красивая. Отличное место для пикника после неудавшейся попытки попасть в УНК. Под пение птиц. Под теплым весенним солнышком. Сейчас мы перекусим и забросимся в технический туннель. Ну и немножечко походной романтики, раз уж мы решили перекусить на природе. Разожгли костер, в который собрали весь мусор и свой и чужой. Сейчас немножечко посидим у костерка, попьем чайку и отправимся на залаз. Итак, дорогие зрители, я сейчас нахожусь внизу. Очень гулкое эхо, замечательная акустика. Сам туннель сделан из чугунного тюбинга. Здесь вот встречается маркировка на тюбинге. Не могу сейчас сказать, что она обозначает. П-425. Так заделан вход. Изнутри он отделан деревянной опалубкой. Снаружи залит бетоном, армированным несколько сантиметровой арматурой. Сам туннель имеет высоту метров, диаметры где-то метров пять. Дно туннеля затоплено достаточно прилично. Здесь вот хорошо видно, были проложены рельсы, которые уходят вдаль. Ну и туннель тянется туда вперед. Даже луч мощного фонаря не добивает до конца. Это сейчас спускается мой напарник. На самом деле залаз тут немножечко неудобный. Он перекрыл мне своим, своей пятой точкой весь солнечный свет. И мне приходится мощно подсвечивать фонарем. И так эпичный залаз в ярких лучах солнечного света. Словно нимб, сияющего над головой моего напарника. Мы уходим все глубже вдаль. А позади нас остается залаз, излучающий такой красивый луч света. Мы пока решили не переодеваться в химзу. Идем по стенкам тюбинга, по выступам тюбинга. Пока здесь однообразный туннель. Тюбинг аналогичный тому, который применяется при строительстве туннелей в метро. По центру здесь идут рельсы. Мы уже прилично удалились от места заброски в этот туннель. Здесь стало меньше воды. Здесь закончились рельсы. Почему их здесь нет, тяжело сейчас предположить. Хорошо видно, что здесь остались костыли, которые должны были крепить рельсы к шпалам. Самих рельс нету и шпал тоже. Шпалы периодически встречаются вот в таком вот виде. Туннель все уходит вдаль и вдаль. И вот на какие мощные болты крепится этот тюбинг. Вот моя рука, фонарь, по сравнению с этим болтом. Вот на такие болты собираются части тюбинга, притягиваются друг к другу. Итак, мы прошли затопленную часть, но тут нас ждал другой сюрприз. Тут начинается месиво из глины, из грунта намокшего. Сейчас отчетливо слышно журчание воды. Вот здесь вот видно, как между тюбингом пробиваются грунтовые воды. И это происходит не в одном месте. Все это скапливается на дне тоннеля, перемешивается с грунтом. И образует вот такое вот месиво на стенах. Там, где наиболее сильно просачиваются грунтовые воды, можно обнаружить такие вот наросты из глиняного грунта намывая, осевшего на тюбинге. Такие вот красивые сталактиты. Пройдя еще немного по туннелю, наткнулись на такую вот табличку. Очевидно, здесь уже был проложен провод мощностью 6 кВт. Вот видно закладные идут вдоль тюбинга, где должен был проходить этот провод. И табличка с обозначением мощности. И периодически еще попадаются вот такие вот инструменты. Бурые, не знаю, что это такое. Достаточно длинная палка с резьбовым наконечником и вот так и с таким окончанием под болт, наверное. Длиной около двух с половиной метров. Встречаем уже не первую такую. Ну а туннель все тянется вдаль. Судя по той маркировке для кабеля 6-киловольтного и вот этой вот валяющейся на полу распределительной коробки. Сейчас абсолютно пустой. Но очевидно, здесь уже все было готово для монтажа электропроводки. А может быть, даже она и была уже смонтирована. И вот снова мы видим по стене сделанные закладные для электрокабеля. Вдали все еще виднеется место нашего залаза. То есть пока туннель идет абсолютно прямой. И вот интересный момент, интересная особенность, которую я отметил. Вот эта часть туннеля, которая сделана с такой металлической гидроизоляцией, где тюбинг, ну либо применены другие конструкции, либо это поверх тюбинга сделана металлическая гидроизоляция. Здесь гораздо меньше воды и можно было идти нормально по центру туннеля. Здесь снова начинается чугунный тюбинг без этой отделки. И тут уже сразу на границе между тюбингом с гидроизоляцией металлической и чугунным сразу же видно, насколько глубже, насколько выше уровень воды. То есть вот здесь вот между стыками тюбинга проходят грунтовые воды. Вот в этой части туннеля, сделанной металлической гидроизоляцией, в каждой секции выполнены вот такие вот отверстия. Сейчас я покажу их поближе. Вот одно из них, которые предназначались для отвода грунтовых вод. Вот тут тоже хорошо видно. В каждой секции находятся такие отверстия. Продолжая передвигаться по туннелю, мы увидели сохранившиеся в этой части туннеля пикеты с отметками. Здесь 325 метров, 320 метров. То есть от нашего залаза мы движемся к некой точке, от которой ведется отсчет этих пикетов метража. И с каждым шагом мы приближаемся к этой самой точке. Снова встречаются шпалы, уже наваленные хаотично поперек туннеля. Не совсем понятно, по какому принципу их здесь складывали. Почему они периодически то хорошо видны в туннеле, то присутствуют в туннеле, то их нету. А вот эта самая деталь, которую я заметил издалека. Это, очевидно, был очередной распределительный щиток, закрепленный на стене. Как раз по той стене, где присутствуют закладные для кобелей. Ну и, конечно же, русская водочка, а куда же без нее. Вот мы пришли к месту, где не только вновь появляются рельсы, но есть вагонетка и даже стрелочный перевод. Похоже, даже рабочий стрелочный перевод. Напарник героическим усилием толкает эту чугунную вагонетку. Но она не поддается. Стрелочный перевод пройден. И напарник пускает вагонетку куда откос. У-у-у-у! Хо-хо-хо-хо! Давай стрелку переведем. Помоги! Сейчас посмотрим, работает ли тут стрелочный перевод. Да, он вполне дееспособен. Где-то там вдали виднеется слабый-слабый свет от того места, где мы спустились в этот тоннель. Передо мной стрелочный перевод. Развилка с одноколейного пути на двухколейный. Вагонетка. И впереди еще одна достопримечательность. Большая камера. С вертикальным стволом. Там идут лестницы. Мы находимся сейчас в камере, из которой уходит вертикально наверх шахтный ствол. Очевидно, что выход там закрыт. Вот здесь вот идут такие лестницы. Кстати, на внешний вид вполне себе даже не прогнившие. Туда вдаль уходит туннель в сторону, где мы сюда забирались. А там впереди, похоже, уже скоро нас ждет забутовка. Вот мы добрались до крайней точки, до конца этого тоннеля. Он заканчивается еще одним вертикально уходящим вверх стволом. Там наверху виднеется дневной свет. Такие вот лестницы сходни. Ствол затоплен. Затоплен, ну, по крайней мере, на несколько метров в глубину. Здесь вот еще торчит какой-то очередной инструмент, палка. То есть, очевидно, вот эти вот инструменты применялись в конструкции с буром. Там, кстати, выше видно маркировку тюбинга. Она немножко другая. Не очень понятно отсюда, что написано. Но она отличается от той маркировки тюбинга, которую мы видели при входе. Вот здесь площадка. Видимо, отсюда должны были начинаться электрические кабели. Площадка эта была в месте, где была или распределительная коробка, или место крепления кабелей. Там вот остался корпус прожектора, направленного в сторону шахтного ствола. Когда-то здесь кипела бурная работа. Вот еще один прожектор. Даже сохранились лампочки. Здесь в углу виднеется инструмент. Явно это какой-то бур. Вот здесь вот система, очевидно, либо для откачки воды, в общем, каких-то водопроводов с вентилями. То есть степень готовности, очевидно, здесь была достаточно высокой, судя по всему, этого тоннеля. Ого-го-го! Ого! Ну и радует акустика. Общая длина тоннеля где-то, наверное, в районе 700 метров. И вот от той точки, где мы сюда забрасывались, он должен был быть продолжен И должен был соединяться с основным туннелем УНК Но, к сожалению, сам комплекс УНК был законсервирован И полностью закончить этот проект не было суждено Но нас сейчас ждет долгий путь обратно Вот туда, вдаль, на ту маленькую точку света Которая и была нашим залазом Смотрите предыдущую серию о том, как мы искали Протвинский коллайдер Объехав на велосипеде все площадки, находящиеся над кольцом Субтитры создавал DimaTorzok